Сегодня боевики трижды нарушили режим тишины. В результате обстрелов из гранатомётов пятеро украинских военных получили ранения. Об этом сообщают в штабе операции объединённых сил. Оружие, запрещенное минскими соглашениями, боевики не использовали. На линии огня побывал и наш военкор Руслан Смещук. Буквально минуты на посадку, загрузку и снова в небо. Это один из транспортно-ударных вертолётов операции объединённых сил. Такие машины постоянно летают в зоне боевых действий, где очень высока плотность различных систем ПВО. От портативных до целых самоходных комплексов. Внизу проносится Донбассская степь. Земля, верхушки деревьев и линии электропередач. Вертолёт летит на предельно низкой высоте, может быть, на нескольких десятков метров. И как бы повторяет изгибы ландшафта. Это сделано для того, чтобы его не застекли российские радары и не сбили машину. На случай атаки с земли по бортам автоматчики. Для экстренного приземления группа прикрытия внутри. До линии фронта отсюда совсем близко. При приближении к точке высадки вертолёт начинает маневрировать среди холмов. Неопытному пассажиру становится страшно. Абсолютно безопасно. Девочки, киномисты летают на такой высоте, для того, чтобы усунуть небезпеку влучения против засобов поветренного нападу. Абсолютно безопасно. Как тут, значит, безопасность есть. На борту командующий операцией объединённых сил. Вертолёт садится в районе села Крымского. Это передовая в Луганской области. Здесь произошёл самый масштабный бой в нынешнем году. 23 августа боевики под прикрытием танков, гаубиц и миномётов попытались выбить армейцев с их позиций. До сих пор этот район был закрыт для репортеров. Дальше в броне на самой ноле. Это под оккупированным посёлком Желобок. Вокруг сплошные воронки. В таком плане мы немножко их переиграли. То, что с самого начала весны выдвинулись вперёд, заняли более выгодные позиции, поджали их в Желобке. Это им постоянно не давало покоя. Они получились в полукольце. То есть подвоз, эвакуация и так далее, всё затруднено. Особенно та позиция, которую они пытались штурмовать. Ничего у боевиков не получилось. Сегодня защитников наградили медалями и ценными подарками. Слава Украине! Великолепно слава! Среди награждённых и Владимир Бондаренко, военный медик, который в тот день под обстрелами спасал и эвакуировал раненых. Подъезд непосредственно до позиции простреливался. И при том простреливался целонаправленно. Они заважали подойти к подмозе и подойти к медикам. Поранених ставало буквально на очах. Я ишов до одного, прийшов уже два. Пока эвакуировали тих двух, еще трое. Было тяжело ехать и в зворотном направлении. После этого поражения и ликвидации своего псевдо-лидера Захарченко, боевики активно распространяют информацию о начале эскалации боевых действий с 14 сентября. Повного выполнения ворогам школьного примиря абсолютно не спостерігается. Стосовно распространения ворогам чуток о начале активных наступальных действий, объединенными силами с 14 сентября, это на совести ворога. И я думаю, что они эти чутки распространяют для того, чтобы самим пояснить населению, которое живет на тимчасово оккупированной территории, и своим кураторам, чему они застосовывают. И в том числе есть такая загроза, что начнут больше активно застосовывать с обороненными мінскими угодами зброи. Подразделения объединенных сил приведены в полную боеготовность. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.